Еще один пример. Мы проводили интерфото, его каждый год мы ездили в Москву, и фотографы из всей России выкладывали фотографии, мы их смотрели, каждый выкладывал свои работы. И москвичи сразу спросили у нас, можно я это возьму? Я преподаваю, покажу. Можно я это возьму? А мы говорим, забери, пожалуйста, я еще напечатаю. А в результате они крали просто. Очень интересно, что меня удивило. Один год все стали показывать отражение в луже. У всех отражение в луже. Каждый автор обязательно есть 2-3 работы отражения в луже. Я подумал, что видимо коллективное воздействие на всех фотографов страны, что вдруг все стали видеть отражение в луже. То ли это подействовало, была такая нефть в руке, и там вышка отражалась, то ли что-то воздействовало, и все начинали снимать подобное. А потом, когда я переворачивала фотографии, она выходила как абстракция непонятная. Я такой же сюрреализм, что реферил через витрину. Выходило, интересно, и здание выходило, которое просвечивалось там, и само то, что было за витрину, допустим, там, картинка, еще что-то, еще что-то. Мне очень нравится. Я по-своему называю сюрреализм. Люди задают вопросы, не просто видят, а это я знаю, а это я знаю, а что такое. Уже вообще не происходит. Я сделал компьютерное отражение, наверное, спецэффекты. Вот это как раз Морджамиль. А вот там и Кабан, и Энте. А он от этого. А он же прокурор меня спрашивает, а тут ты поймал объект? Я говорю, там есть подарок искусственный. Я снял с улицы, а половину года сделал отражение в ней. Играйте.